Он отвечает людям с одной только целью, чтобы показать, что я есть, и я есть живой. Только вот некоторые на этом останавливаются, говорят, ну ладно, ты есть и есть, а мне тогда что до тебя. Но вот Фома, он пошел дальше. Он поверил и продолжал свой путь за Христом, как ученик Христа. Но есть многие люди, которые пережили нам собственной жизнью, что есть Бог, и они сказали, Бог, ты мне не нужен, я все равно буду жить своей жизнью. Знаете, в чем состоит правда? Что для людей, которые отвергают Его, которые не хотят слушать Его откровения, не хотят видеть Его. Хотя Бог, знаете, в Писании сказано, что если человек приложит сердце и будет искать Бога, Бог отходит своему. Послушай, Бог обещал через Слово Свое и сказал, если человек захочет и будет искренним сердцем искать Бога, он найдет Его. Проблема только в одном, люди не хотят этого делать. Но знаете, в чем состоит правда? И она, с одной стороны, очень колющая правда. В Писании сказано о том, что будет однажды день, когда все люди пристанут пред Богом, и они увидят раны на руках Его. Руки, ноги Его увидят, увидят Его ребра. Я прочитаю только один стих, мне нет многому времени сегодня делать глубоко проповедью, моя проповедь сегодня будет короче, чем обычно. В Откровении 1.7 написано, все грядут с облаками, сказано об Иисусе, все идут с облаками, и увидят Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возглядают пред Ним все, без исключения, все племена земные. Послушайте, Бог говорит, что вселенная, Бог определил день, когда все живущие на земле однажды пристанут пред Богом. И они увидят Иисуса, грядущего во славе. И написано, даже те, которые пронзили Его, они увидят Его. А про других написано, они увидят Его и возрыдают пред Ним. Знаете, на все есть свое время. И если вот это произойдет, а человек упадет в вечность, не применившись с Богом на земле, то тогда будет поздно. Но Бог говорит о том, что если они не на земле, то на небесах подобная встреча обязательно, обязательно, обязательно произойдет. Если я открою, я открою еще одно место. В Иоанна Литриана, предыдущая глава, третья глава, я прочитаю 16-21 стиха. Это одно из центральных мест Писания. Там написано так, что «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше Господь говорит, что Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но послал, чтобы мир спасен был через Него. И верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злой, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что дела его злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны, соделаны. И в этом послании простая мысль. Бог говорит две вещи. Он говорит о том, что Бог послал Своего Сына, чтобы всякий, кто уверовал в Него, получил прощение грехово, получил вечную жизнь. Мы сегодня говорим о вечной жизни. Мы сегодня говорим о жизни после жизни. Всякий, кто уверовал в Иисуса, как уверовал Фома на земле, он будет иметь вечную жизнь. Но есть еще и обратная сторона медали, где Бог говорит, что люди не будут просто судимы за свои дела, но будут судимы за то, что они, познав Бога, неверующий будет осужден. Почему? Потому что я не уверовал, сказал, мне не надо. Не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Говорит, суд состоит в том, что свет пришел в мир, а люди так возлюбили тьму, что сказали, мне это не надо. Это для вас, для слабоумных верующих. Мне, современному человеку, это не надо. Я хочу жить своей жизнью, вариться во своей каше, жить для себя. И Бог говорит, люди будут просто судимы, потому что нас, живя на земле, зная Бога, Бога сознательно отвергнули. И написано, в этом состоит и суд. Это обратная сторона медали. И знаете, если человек, живя на этой земле с Богом, не успел примириться, не успел навести отношения, и как Фома, пойти за Ним, то будущее у печали. Но если познав Иисуса на земле, повстречавшись с Ним, как встречался Фома, и увидев, что Бог живой, человек поступает так, как учит нас поступить Фома, пред Богом падает и продолжает идти за Ним по жизни, то Бог говорит, блажен, счастлив ты, Фома, что ты увидел и уверовал. Но те, которые не видели и уверовали, они счастливы. Знаете, дорогие, сколько раз в нашей жизни мы видели руку Божию над собой. Я скажу десятки и сотни раз. Если ты будешь честным сам себе, если ты будешь честным сейчас пред Богом в твоей личной жизни, ты видел руку Божию десятки, может быть, сотни раз. Знаете, иногда мы не даем отчета о том, что это Бог сделал в нашей жизни. Очень часто Бог приходит и не оставляет от себя отпечатков. Он делает дела в нашей жизни, но только потом, через время, рассуждая, мы познаем, что, а, это был Бог в моей жизни. Это Бог меня послал этого человека. Это Бог меня перевел в Германию. Это был Бог. Я в свое время вырастал, я, когда мне было два годика, моя семья переехала жить в Россию, на Сахалин. И когда мне было два года, не два года, 11 лет, мы уехали с России, обратно в Украину жить. И в 96-м году я поехал опять туда, в Россию, на Сахалин, к своим друзьям. Интересно, это было то время, когда в России уже прошла Чеченская война. Закончилось. Знаете, я вернулся в свой город, и я узнал, что мои друзья, с которыми мы дружили, мои одногодки, они попали в призыв, когда призывали в Чечню. И некоторые из них не вернулись домой, погибли в Чечне. Знаете, я так благодарил Бога за то, что Бог забрал меня в свое время сюда, в Украину. Что я, я знаю, что если бы я жил в то время в Украине, в России, меня бы тоже под одну гребеночку вместе с ними забрали бы в армию. И кто знает, как бы сложилась моя жизнь. Знаете, есть некоторые вещи, о которых мы просто размышляем впоследствии, понимаем и осознаем, что это была рука Божия надо мной. Сколько раз в нашей жизни мы видели руку Божию, которая защищала, хранила и вела нас. Знаете, в своей проповеди сегодня я сказал такую фразу, что Бог обойдется без нас. Мы без Бога не обойдемся, но Он обойдется без нас. Знаете, потом я рассуждал над этой фразой, и я понял, что это неправда. Конечно, Бог обойдется без нас, но Он не хочет без нас обходиться. Он не хочет без тебя обходиться. Он не хочет. Он может без тебя, но Он не хочет без тебя. Написано, что Бог пришел на землю и отдал Своего Сына для того, чтобы всякий, кто уверовал в Него, Он мог получить прощение грехов. Он мог получить свободу. И Он мог быть счастливым. Знаешь, мог бы жить без тебя Бог, но Он не хотел. Знаете, есть, знаешь, есть, не знаю, в семьях есть негодные женщины или негодные мужья, негодные жены, которые вытирают ноги от своих любящих мужей. Муж любит все к ногам, а она гуляет. Муж любит, заботится о ней все, что ты хочешь, дорогая, а она не знает, а он ее бьет. А она подстилается под ноги Ему и говорит, Я все равно буду любить тебя, я все равно буду рядом с тобой. Я все равно хочу заботиться о тебе. Как бы ты ни был неверен мне, как бы ты... И она думает, какая сумасшедшая женщина, почему она стелется перед ней, почему она ведет себя так. И знаешь, есть единственная причина, которая объясняет такое поведение. Это такая безумная, стопроцентная любовь. Ты знаешь, так же и Бог. Он любит нас намного больше, чем любят такие мужья и жены, которые мог бы обойтись без такой жены, которые могла бы обойтись без такого мужа, но не хочет, потому что любит его. Знаешь, и Бог, о котором мы сегодня говорим, который отдал своего сына на смерть, и который жестоко был взыскан, наказан, казнен, распят был и воскрес, этот Бог, Он не хочет без нас. Он пришел на эту землю, чтобы призвать грешников в покаяние, чтобы всякому, кто ответит, кликнется и пойдет за ним, дать прощение грехов, и дать прощение грехов даром. Знаешь, я верю, что в жизни каждого из нас будет такое время, когда Бог будет стучать в сердце, когда Бог будет тебе открываться. Может, твое время, оно уже, ты уже множество раз в своей жизни видел, что Бог живой. Только где ты сейчас? Где проходит твоя жизнь? Знаешь, я так удивляюсь, как летит сегодня время. Мы недавно праздновали Новый год. Недавно мы праздновали праздники в феврале месяце. Сегодня закончился март, апрель, еще два раза глазами мигнем, май, еще два раза мигнем, глазами будет уже жатва, закончатся каникулы, будет Новый год. Знаете, время так улетает быстро. А Иисус говорил, блаженные, которые не видели, его веру, блаженные, которые пришли пред Богом, пережили его зов, услышали его голос и сказали, Господь, пусть все как хотят, а я пойду за тобой. Пусть все хотят, а я буду делать мои маленькие шаги навстречу к тебе. Знаешь, в этом году мы похоронили же трех человек. Один человек из нашей церкви, двое человек мы похоронили в фюрстенваре. Знаешь, когда ты проповедующий, служишь на похоронах, нас как верующих греет одна общая надежда в тех словах, которые сказал Иисус. что если человек верит в меня, живет на этой земле с верой и дойдет с этой верой до конца, он даже если умрет, он будет жить, он будет со мной. И сегодня я хочу обратиться к тебе. Мы называем Фому неверующего, хотя он сделал определенную глупость в свое время, усомнился, но потом он выровнялся и всю свою жизнь посвятил Богу. Предание говорит о том, что он ушел пешком в Индию, проповедовал там Евангелие, с Иерусалима дошел до целой Индии, посвятил Богу свою жизнь, служение. Я не буду выдаваться сейчас в традицию церкви. Он посвятил Богу и отдал свою жизнь для Бога. А где сегодня ты? Если Бог много раз касался твоей жизни, если Бог много раз открывался тебе, где сегодня твоя жизнь? Знаешь, Бог отдал своего Сына, и об этом мы говорим в этой неделе, о том, что Пасха, что Иисус был распят, что Он умер из нашей грехи и воскреслие нашего оправдания. Знаешь, самый большой подарок, который можешь получить на этой земле и можешь получить сегодня ты, это пойти с этого места оправданным, пойти с этого места прощенным, пойти с этого места восстановленным. Если ты как христианин долгое время уже хромаешь на оба колена, может быть, другие про тебя говорят, что ты нормальный христианин, но ты внутри себя знаешь, что ты как христианин давно уже никакой, ты можешь пойти отсюда восстановленным человеком. Если ты пришел, не знаю, в первый, второй, третий, четвертый, пятый раз сегодня в церковь, я приглашаю тебя сегодня прийти к Иисусу, склониться пред Ним, открыть пред Ним свое сердце, сказать, Господи, вводи в мою жизнь, будь моим Богом, веди меня по жизни, направи меня, пожалуйста. Знаете, я хотел бы молиться такой молитвой. Я хотел бы попросить всех подняться для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok